Чтобы обеспечить безопасность на трассе в Усольском районе тушат торф. Ведь дым от пожаров создает аварийные ситуации. С места событий наши коллеги. Специальная техника, буровая установка уже приступила к бурению скважин. Решено, что пробных скважин будет две. Никогда раньше такой метод не применялся для тушения торфянников. Все дело в недостатке воды. В октябре и в ноябре доставляли, да и сейчас доставляют воду автоцистернами с ангары. Это в 6 километрах. Близлежащая речка Беликтуйка уже замерзла. И понятно, что такая работа была малоэффективной. Сейчас горит более 270 очагов торфянников. За полтора месяца удалось потушить только 67. Но, правда, стоит учитывать, что одни очаги тухнут, а другие разгораются, вновь появляются. Понятно, что источник воды должен быть доступным хотя бы в двух километрах от места работы спасателей. Пока промерзаний больших особо нет. Сложность в том, что торфяники, они вязкие. Одновременно используется и другой метод. Вокруг торфяного поля окапывают территорию. На данный момент на месте тушения торфяных отложений работает пожарная техника, также работает специализированная техника, работают водовозки для подвоза воды и один бульдозер. Ситуация кардинально не поменялась, но работа дальше продолжается. В 6 часов приезжаем, в 8 часов уже сюда тушим. Все, до 5 часов вечера здесь протушиваем, пока не потемнее. Стало известно, что не вся техника выдерживает погодных условий. Уже были случаи поломки машин. Это тепловизионная съемка. Вот видно очаги, которые реально не дотушены, которые нужно еще проливать. Например, вот здесь вообще не показывают, здесь все холодно. А вот эта кромка, она видно, что она еще горячая, что ее нужно здесь дотушить. По плану работы побурения должно завершиться сегодня. В настоящий момент пробурили 5 метров вниз. Но кроме этого, когда скважины уже будут готовы, сюда нужно будет доставить насос. И генератор, от которого будет работать этот насос, в этом должно посодействовать областное правительство. Ну и мы, конечно же, продолжаем следить за обстановкой на трассе. Сегодня роза ветров располагает, дым уносит в другую сторону. И, видимо, здесь достаточно хорошее. Но кто знает, что будет ночью и завтра.